Афористические лозунги «Единой России» возвышаются над головами сотни ростовчан. Одни призывают поддержать стабильную экономику, другие не желают политических потрясений. Молодые гвардейцы тут же соединили приятное с полезным, напомнили митингующим о предстоящих выборах. Я знаю то, что 1 мая – это день труда. Я также знаю, что 8 сентября состоятся выборы в законодательное собрание Ростовской области. Я знаю, что сейчас на сцене перед вами очень много кандидатов, которым будет необходима ваша поддержка на этих выборах. Готовы поддержать местных единороссов и волонтеры из организации «Ростов без наркотиков». Беспартийность общественников не мешает им второй год помогать Народному фронту. Сегодня, в праздник весны и труда, они не только веселятся, но и выражают свои политические убеждения. Единая Россия как бы внушает нам хоть немного стабильности. Те перемены в жизни, которые были в 90-х годах, когда в школах, я помню, это был бардак на улице, хаос. И мне впоследствии этого три года пришлось потрудиться над собой, чтобы пойти в это русло, обратно в нормальную жизнь. Народный фронт – это возможность многим людям, которые не могли попасть, допустим, в Единую Россию. Они через Народный фронт, они показали о себе, заявили о себе, рассказали о себе, рассказали о своей ситуации, проблеме. И это, можно сказать, это новая кровь. Долго задерживать маевку своих последователей единороссы не посмели. Буквально за полчаса до прихода своих главных оппонентов – коммунистов – свернули транспаранты, российский триколор и партийные символы. В 1 мая ростовские партийцы митингуют конвейером. После часового праздника весны и труда единороссов к демонстрации солидарности трудящихся приступают коммунисты. Как уже давно замечено, 1 мая стал днем проведения политических акций под лозунгами разных направлений – от левых до ультраправых. Данил Середа пока не партийный, но точно знает, будет политическим левшой. В свои 18 лет готов бороться с капиталистами. Изучение родной истории помогло определиться юноше с убеждениями. Красный шарф с каноническим серпом и молотом Данил носит уже больше года. Левые – это в первую очередь те, кто борется за переустройство общества, за реальные реформы. Это путь социализма, это построение фундамента для перехода в коммунизм. И мне это ближе всего. И вновь победа к нам придет. Победу любой ценой ждут и лидеры ростовских коммунистов. В советское время 1 мая отмечали как День международной солидарности трудящихся. Переименование праздника в день весны и труда красные не одобряют. Ведь в основе, уверены лидеры КПРФ, лежит тяжелая борьба за нормированный рабочий график и социальную справедливость. Бороться надо, отстаивать интересы надо и будем достойными тех людей, которые выступают по-настоящему за социальную справедливость. Одним митингом празднования 1 мая у коммунистов не обошлось. Традиционно красные партийцы прошлись по улицам Ростова до главного символа рабочего пролетариата – памятника Владимиру Ленину. Юлия Сурикова, Станислав Поменко. Главная новость.